всем привет сегодня я хочу сделать обзор на пастель сухую от бренда гамма здесь 36 цветов это авторская палитра владислава татаринова гамма мне ее прислала в подарок что очень приятно здесь вот такая вот очень тактильная красивая упаковочка внизу гамма написана она по текстуре такая как резиновая очень интересная красивая коробка внутри что нас ждет записочка крафтовая дальше идет поролончик неплохого качества когда совсем недорогая пастель такой прям жесткий здесь очень даже приятный он и собственно сам набор пастели давайте мы сделаем выкраску какие здесь цвета представлены сзади есть аннотация здесь есть состав набора и можно будет посмотреть какая она да так только единственное вот вот так вот идет рядами справа налево получается да логично было бы ну ладно справа пойдем тогда справа налево по цветам пойдем по списку оставляю это рядышком буду сюда подглядывать и так у нас идет прям так вот наверное сделаем бумагу у меня обычная пастельная не очень фактурная нейтрального серого оттенка чтобы было понятно что это вообще цвета тут и по мягкости конечно очень интересно так смотрите-ка что происходит у нас нету я сразу даже и не поняла у у нас нету белого и у нас нету черного вот так дела да и правда первый цвет это желтая палевая 151 номер номера есть мелки такие приятные довольно крупные большие мелки крошица но суховато да немножко такая она знаете как будто бы хотела стать более такой жирненькой как сонелье но не совсем так что что это если растушевывать ну довольно так вот суховато по мне цвет очень похож ладно это кремовая желтая ну давайте так кремовая желтая будет кстати она получше наносится тоже но естественно вкрашаться где уголки будет ли между ними разница по цвету ну можно было бы такой шаг сделать и побольше персиково-бежевая красивый какой оттенок знаете визуально она выглядит мягче чем на самом деле ну светлые точно вот это мягкая скорее всего не будет я уже прям чувствую персиково-бежевая это сто семьдесят пятый видите как она крошится на цвет красивый цвет красивый да не хватает конечно вот этой жирности которая а муж милки у сын илье у юнисона тех же есть но она такая более пигментированная неплохо растушевывается хоть и тоже такая сухенькая много у меня все крошек теперь будет на столе кадми желтый темный красивый красивый такой прям благородный желтый вот это прям другое дело более приятная более жирненькая как будто бы более густая такая пастозная а если погуще слой сделаю перекроет серый ну так салфеточка еще потому что я сейчас буду пачкаться следующая у нас идет вечернее небо красивый оттенок наравне с вот этим вот да такой вот закатик сделать прям это здорово не ну в целом конечно красивая палитра ничего не сказать вечернее небо приятное вот эти вот более сыпучие а вот здесь пигменты побольше да поэтому наверное она получше себя ведет во всяком случае мне нравится вечернее небо оранжевая яркая такая самая наверное яркая да из набора салат его еще тоже ярко 139 оранжевая такая вот она красно-оранжевая бы даже сказала ну средненько по пигментированности сиена натуральная у нас будет на коричневенькие мы перешли сиена натуральная ну наносится неплохо чуть растушую перекрываю да тоже вроде бы ничего красиво охра красная охра красная красивый очень оттенок мне нравится такой кирпичный ой какой хороший пока самая самая лучшая наверно из всех наносится здорово смотрите крошки никакой не оставила жирненькая вообще посмотрите как она перекрыла бумагу супер очень красивый цвет очень оттенок хороший плотный там чудесно кирпичная красная сравним но немножко не ну так вступает прям вот вот это лидер наш мне очень понравилось но тоже неплохо неплохо просто когда очень много крошится тоже не сильно приятно работать если мы говорим про обычную бумагу понятно там на абразиве все ляжет но если просто про бумагу пастельную особенно если фактуры немного здесь у меня ее немного может быть сложности розовый жемчуг мне очень нравится цвет обожаю такие цвета вот и все вообще мне очень нравятся все оттенки прям такие красивые ладно давайте неплохо крошится но такая жирненькая приятная чем дальше у меня шире просто выкраска когда я ухожу вниз как будто все заполнить хочу так напылила тоже неплохо неплохо крошек много крошки потом уберем у меня еще на столе вот это я сделала новое покрытие чтобы каждый раз бумагу не подкладывать и пленочку наклеила они хорошо чистятся поэтому я не переживаю красивый следующий так это залезай там 627 коричневая светлая красивый похож на такой прям на батончик шоколадный и немножко в розоватый оттеночек коричневого приятный хорошо посмотрите она не пылит неплохо ну чуть-чуть конечно пылит но так а что тут произошло пока это не ровно как то здесь они легли так так залезай розовый ничего так все в крошках у меня уже коричневая светлая очень приятный следующий розово-коричневая как будто немножко с фиолетовым да такой вкусный оттенок цвет очень красивый немножко тоже такая же по ощущениям как коричневая светлая но ничего лучше чем вот вот этот светлый ряд приятно когда много пастели наносишь у нее есть такой очень легкий специфичный запах вот вы ощущали я не знаю как объяснить но вот есть неплохо тоже вот эти прям которые потемнее с ними видимо попроще в плане ну создания палитры а здесь много мела либо много еще чего-то пигмента меньше ну тут я точно вам как я не технолог не скажу но вот логично предположить что так поэтому здесь видимо пигмента побольше добавили и он хорошо себя показывает такой пожирнее эти поле разбеленные прикрывает хуже рисует похуже вот это понравилось мне если что пока можно второе место ей отдать розовая пудровая розовая пудровая пудровая на следующее тоже все супер очень красивая гамма много таких черничных да чернильных оттенков идем тогда вот по набору хоть тут наоборот 324 розовая пудровая здесь ну понятно она светлее изображена так она такая тверденькая цвет очень красивый красивый сыпучая ну уголки конечно скользится будет меньше она сыпаться но сама вся пастель я имею ввиду ну угу нормально чем-то вот по ощущениям похоже на коричневую светлую старое дерево вот это вот фиолетовое старое дерево ну хорошо 382 цвета цвета супер вообще придраться не к чему очень приятные сложные интересные немножко по нанесению моменты перекрывает ну понятное дело неплохо довольно темный хорошо приятно растушевывается вот это старое дерево по ощущениям похоже на розовую коричневую ну и они чем-то такие в одной гамме следующее это что фиалковая ну тут вообще цветопередача да тут не угадать вообще все по-разному ну ок посмотрите здесь такой же розовый практически светлый на картинке как и у нас 451 фиалковая а в жизни вообще не так вот это все таки ну средняя такая темная плюс-минус ладно у нас идет фиалковая тоже как-то они странно прокрасили вообще не похоже ну номера крупные есть ой какая приятненькая тоже куски большие отламываются но приятно красивый очень оттенок мне очень нравится все эти камни берем угу если вот на обычной бумаге работать да с таким набором ладно выводы выводы в конце фиалковая была хорошенькая они все вот прям такие в одном стиле да разбеленные оттеночки сложные так васильковая 450 хм хорошая как наносится очень вообще я думала она знаете будет такая сухенькая как первые желтые нет она вообще другая как интересно сколько там градусов по фаренгейту 451 было как раз или 457 забыла ну растушевывается понятно где-то прозрачненько не очень на бумаге серый но наносится вполне себе лучше чем светлые вот эти хотя по светлоте они похожи 455 зимнее утро какая красота прям действительно цвет где-то в тенях елочки яркое освещение за городом холодные тени и такой вот оттенок хорошо наносим тоже приятно тоже неплохо неплохо так васильковая примерно хотя мне кажется она она не совсем васильковая по названию это я так задираюсь ничего ничего это следующее у нас тоже очень красивый фиолетовый утренний туман ну какая поэзия да в названии мне нравится очень приятно наносится практически как наш лидер где он охра красная супер да замечательно приятно наносится классно очень хорошо очень хорошо прям следующий горная река ммм 432 горная река да хорошо чуть суше больше крошится цвет приятный сложный такой сложный оттеночек голубого нормально вполне серая лазурная интересный оттенок серого да наносится очень даже пигмента много ну сыпется понятно она сыпучая но довольно такая жирненькая густая да очень хорошо пигментированная цвет красивый но по цветам можно каждый сказать красивый каждый из оттенков 429 грозовое небо ммм ммм более суховатый я замечала что вот такой оттенок он у многих сухой даже у брендов которые более такого дорогого сегмента например набор сенелье где есть похожий синий но поярче там но смысл очень близкий и там он тоже такой немножечко сухо сыпучий если так можно выразиться пигмента много все рисуют здорово но немножко есть в нем такая вот расшипушка как и здесь ну потому что каждый мелок разный да это не то что они все будут одинаковые в наборе вообще нет я раньше думала что это как-то по-другому работает но тут же каждый пигмент он получается уникальный что это было 429 грозовое небо ультрамарин интересно красивый какой яркий посмотрите какой яркий да здорово да действительно насыщенный довольно плотный по нанесению может быть не самый лучший но очень хороший приятный оттеночек пора мне новую салфетку взять у меня грязная это был наш ультрамарин арктическая ночь нас ждет следующий потом такой холодненький серый тоже неплохой серый синяя называется я сразу держу влажную и сухую салфетку чтобы сухой сразу руки вытереть можно было дальше все дела делать так арктическая ночь красивый ой какой хочется перевернуть серьезно ну с третьей попытки я нашла нужное местечко где его поймать там наверняка вот какая-то одна составляющая вот в этих и плюс что-то еще добавляют потому что вот это вот сухость с царапкой она что здесь что здесь ну видите он не рисует вот так дела ну сейчас с моего широкой стороной конечно там напрашиваю но смотрите прям ничего не происходит вот так тебе и арктическая ночь ну пигмент понятно там есть все это есть но из минусов он может бумагу царапать и он довольно такой сухой ладно арктическая ночь не очень зашла серо-синяя серо-синяя и следующее надеюсь нас не разочарует а это кстати важный момент потому что черного у нас нету да чем мы будем темный рисовать у нас один яркий ультрамарин арктическая ночь которая могла бы заменять черной она не работает ну со всех сторон как бы я попробовала поэтому дилемма образуется то есть покупая этот набор это значит что он уже дополнительный да все остальное у меня есть как базовый набор я его взять не могу потому что здесь нет белого и черного значит нужно это докупать если это мой первый набор то есть это не первый набор имеется ввиду но вот это хотя бы рисует серо-синяя но по сравнению с вот этой царапкой тут все прекрасно но тоже немножко понятно крошится немножко суховато цвет красивый все конечно в пастели тут но что поделать я вот так же могу делать просто чтобы вам было видно но зато свеженькие по дате изготовления видите вот интересно свою иллюстрацию Владислав делал прям с этим набором если да то у меня вопрос вот эти он какой цвет взял коричневый мешал явно не вот этот не только же у меня в наборе он царапает ладно окей следующий у нас зеленая звонкая вот так вот назвали звонку пятьсот восемьдесят все у меня тут ой все в крошках все крошится все сыпется ну посмотрим на сколько там она звонкая и звонкая и мягкая ну понятно комки это все это нормально это все отваливается это ясно но неплохо по цвету хотя бы цвет можно из нее получить пигмента много растушевывается цвет такой прям неоновый получается довольно яркий следующее что это травяная зеленая ну скорее как какой то в сено в сторону чем трава травяная на мой взгляд потемнее неплохо наносится пока даже еще никакого большого куска не отворилось вполне себе ничего ну понятно не хватает все равно такой мягкости плавности да чтобы чтобы это все равно не было каким-то квестом что часто бывает при работе с нашей пастелью ну не со всеми конечно но в большинстве это была травяная зеленая солнечная зелень посмотрим а темные вообще очень сложно делать сложно делать очень пигментированные темные проще яркие сделать пожалуйста поэтому у нас мы получаем вот такую вот арктическую ночь дальше будет интересно добраться до вот этих посмотреть что там ничего очень даже неплохо сыпется но не крошится не ломается цвет яркий приятный такой вот не то что вырви глаз а солнечный просто действительно очень солнечная зелень солнечная зелень есть у нас окские луга вот это да так пять шесть два приятно очень даже знаете такая прям классная не крошится так очень пластично плавно наносится удобно нежная такая прям нашему лидеру захотелось написать работу такими вот этими тремя ну это я шучу очень важно видите насколько важно сделать выкраску потому что так да конечно какое-то время снимает но вы сможете понять вообще могу ли я с этим работать или нет могу ли я использовать цвета из этой палитры какие хорошие какие мне подойдут какие я буду меньше использовать это все отсылочка к арктической ночи пять шесть три это лесная тень что там с тенью тень получше чем арктическая ночь я сравниваю потому что она тоже темная хотя бы она не царапает ну да немножко такая суховатенькая не так мягко набирается как наши луга верхние но неплохо неплохо использовать можно интересно посмотреть будет вот эту арктическую ночь на пастельмате на бразилии там как она вообще сработает или нет зеленая хвойная ну поэта да название придумывали ничего она рисует да она такая твердая но она рисует это уже замечательно да она сыпучая да где-то тоже проскальзывают вот эти царапки кстати когда так когда вы краску делаете вы себе номера оставьте хотя это пригодится но если есть у вас сохранится вот эта бумажечка можно не ставить у вас будет все так же идти по схеме нормально суховатая но нормально хотя бы рисует и можно где-то с чем-то намешать у нас темный цвет нам бы еще конечно какой-то бордовый бы сюда их бы смешать и у меня был бы хороший темный в наборе ну у нас все но все надежды на следующую 633 плодородная земля надеюсь это будет действительно плодородно и хорошо и вроде бы да у нас есть нормальная альтернатива темному из набора слава богу все могло бы быть намного грустнее наносится неплохо хорошо растушевывается мягкая такая протягивается их можно намешать эти две из синего туда утримаринчика и тогда темный получится неплохой вот такая идея здорово но видите хоть какая-то темная у нас сработала сливовая там правда еще в конце плодородная земля действительно хороша 609 умбра натуральная да я почему-то сейчас думала будет она опять какая-то сухая царапать нет замечательная приятная какая да без вопросов но я сравниваю относительно всего набора да именно его с ним же и сравниваю у нас есть фавориты у нас есть антифавориты вот сравниваем с ними замечательные замечательные что это осенние травы да хороши вместе с плодородной землей да как замечательно будет работать красивый цвет смотрится ярко ну просто у меня еще на сером фоне он его подсвечивает хорошо сделали следующий тоже довольно любопытный оттеночек серый мох такие прям наборы для рисования леса как кажется да серый мох хороший прям сразу я почувствовала что будет он классный вот сам он тактильно как-то мягкий такой не знаю как объяснить ну чуть-чуть теряется на моем сером но приятный очень приятный хороший умбра натуральная светлая тоже посмотрите да как вам вы бы угадали наносим можно было бы еще сказать ну когда наносим он вот выглядит похоже вообще не хорошо приятно наносится красивый разбеленный оттеночек умбры чудесно ну что у нас последний и заодно мы сравним не сильно ли он пересекается это у нас сливовое темное с это что это что это что старое дерево которое нам понравилось это у нас погодите я запуталась а это вот этот да вот там же как бы зеркально я сделала получается что они положили ну не той стороной это у нас что розово-коричневое вот вот это вот это вот это вот их надо будет сравнить так конечно есть пересечение старого дерева с плодородной землей и да наша сливовая темная хороша да вообще без вопросов ну так же понятно сыплется так же крошится это ясно но наносится неплохо похоже ли на старое дерево да похоже поэтому ну выводы да у нас она крошится довольно да это понятно часто такое бывает у российской пастели много вот этого лишнего у меня весь стол засыпан этими крошками да хотя довольно аккуратно видели я наносила на абразивной бумаге понятно будет лучше там будет меньше все это и пыли но если работать на самый простой пастельный я бы не рискнула наверно потому что это я уже часть убрала но у меня все грязно мне это не комфортно потому что она очень сыпется так и давайте для сравнения кстати покажу вам покажу сейчас кое-что вот это мелкие сонелье и я их нанесу и покажу как оно наверное как хотели чтобы оно было да что-то где-то подсыпается но она наносится более мягко ничего не царапается и она видите какая идет по пигментированности то есть пигмента правда много голубой смотрите он не сыпется вообще да какие-то крошки образовываются у меня гладкая бумага вот эта но даже на ней видите вот этой вот грязи сколов вот этого ничего нету и ну собственно вот в чем самое такое большое различие можно ли заменять одно другим можно ли использовать такую пастель конечно можно просто те факторы которые могут быть именно что она крошится где-то сыпется да если у вас более такая живописная техника и своя мастерская это хороший вариант либо если вы работаете на пастельмати красить какие-то фоны для картин думаю да наверное мне это было бы удобно рассматривать как базовый набор но здесь затемнять вообще нечем да хотя бы темно-синий был бы еще потемнее вот этот вот ночь или что там это арктическая ночь была бы она более темной то ну как-то можно было бы еще договориться но сейчас получается что нам ладно мы можем разбереть вот этими худо-бедно но затемняется нам тут нечем можно какие-то такие нейтральные вещи делать но набор выглядит да красиво но опять же пока вот это только вы его не попробовали потом все вот это будет в крошках и будет смотреться уже он не так впечатляюще но цвета сами замечательные и обязательно будут использовать к подбору никаких претензий нет не считая пересечений вот это старого дерева с что это было у нас сливовое темное ну остальные нормально желтые да похоже светлые хорошие зеленые тоже приятные темно-зеленые вот этот который квойная хороша вообще для леса чудесно может быть каких-то именно красно-розовых вот такого плана не хватало но здесь именно вот решили такую гамму собрать поэтому вот такой вот обзор получился напишите что вы думаете в комментариях как вам такой набор если у вас захотели бы вы приобрести и помог ли такой вот тест-драйв и выкраска вам чтобы принять свое решение поэтому буду ждать ваши комментарии спасибо вам что посмотрели увидимся в следующих видео пока-пока до сих пор до сих пор Продолжение следует...